Всем привет, друзья! Вы на канале Шедрый Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем козе игру. Сколько еды-то тут много все хотят. Ну, в принципе, простая. Ну, кроме этой. Ну, это я, по-моему, заказал. Это орех опять. Ну, яйцо вообще без проблем. Ладно, сначала квесты. Сначала квесты и голодный бес. Вижу, что он там прям изнемогает. Держи. Не убил? Нет. Ну, вот и ешь на здоровье. Заодно сразу и квест сватим. Внизу. Так, здрасте. Ух ты. Двести монет. Просто вот так взял и выбросил. Октавия Мишкинс, в чем дело, Лапуля? Я, мне сегодня немного лучше. Просто в этом теле воскресло столько воспоминаний, не только плохие. Есть и забавные, как это. Я думал о Варджуне и его фотоаппарате. Ты в курсе, что он был фотографом на моей свадьбе? Интересно, сохранились ли у него какие-нибудь фотографии с того дня? Да, еще минус одно фото. Из палатки. Отлично. Палочка какая-то. Отлично. Так, это мое свадебное фото. Поверить не могу, что Арджун его сохранил. Хотя, вообще-то могу. Никогда ничего не выбрасывает. Почему ты сама не спросила Арджуна? Он слишком хорошо меня знает, а от него ничего не утаишь. Мы с моей половинкой были единым целым. Знаю, это звучит банально. Она делала меня лучше. В тяжелые времена мы поддерживали друг друга. Ей всегда нравились ракушки, что я приносила домой. Я поставлю это фото в рамку. Песочный торт из ракушек. Прикольно. Спасибо, тело-пуля. Да, пожалуйста. Что там, три сердца у нас уже, да? Это тебе спасибо, что забрала свою фотографию, которая у меня хранится уже много лет. Поэтому плюс одно место никогда не помешает. Пятнистый щенок. Так, фермер, чего вам нужно? Как дела? Я опять видел тот сон про огромный пузырь, поглотивший все, что мне дорого, и хлюб. В один хлюб. Как ты думаешь, что это значит? Понятия не имею, дружище. На этот раз, пока пузырь катился по дороге, я рассмотрел его получше. Мне показалось, что внутри у него куча вещей. Моих вещей. Мои книги, животные, мои бесценные тостеры. А пузырь все катился и поглощал изгороди, сарай, маму, папу и потом меня. Не знаю, дружище, я предположил, что это сон. Я говорю, горе на те голодные годы. Когда мы потеряли все, что у нас было. Но тут другое, видимо. Может, он как-то связан с твоей смертью? Не знаю, я всего лишь скромный медведь, проживший скромную жизнь. Может, сон это послание? Вроде путного совета, к которому я не прислушивался. Это будет знак. Уберись на ферме, пока весь этот хлам не раздавил ее. Сегодня прям воспоминание на воспоминании. Кстати, последнее сердце. С соседом? А, ты мне ничего не дал сегодня, да? Ну ладно, пошли купим еще одно бревно. Все-таки два бревна лучше, чем одно. Сразу сдадим. Подожди, тут где-то есть закупанное сокровище. Лучше его вытащить. Выше. Еще немного. О! Нет, левее. Нет, правее. Нашли. Так, и этот сегодня дает нам квест. Круто. Миллиардер. Ну, это точно квест, потому что у нас не цветной. Так, не поможешь мне? Владеть городом это как собирать пазл. А я отлично собираю пазл. Я просто обрезаю детали под нужную форму и все. Есть только одна проблемка. Часть прибыли от нашего предприятия пока под вопросом. Будь другом, забери мои дивиденды, а? Славно-славно. О! Кстати, тоже ключевой квест, между прочим. Три сегодня у нас сюжетных. Ну вот, бесполезный квест. Не поможешь мне? Призрак улыбается. Понятно. Попробуем помочь. О, деньги нашел. Так, я не туда бежал. Мне надо купить кое-чего. Блин, они все хотят есть. Прикиньте, сколько надо еды заготовить. Так, я хочу кое-что купить. Дай продать тоже. Давай орех сразу. Два раза не ходить. И продать до дверакухи. Нормально. Даже еще в плюс вышли. Так, забирай. Глотает. Еще 15. Еще одно. Еще 14. Ух ты, три бревна сегодня. А, но это я не смогу выполнить. Пока мне не помогут. Так, забери орехи. Пока я добрый. Сразу тебя откормим. Ох ты, животноводство. Класс первый эксперт. Что-то новое, кстати. Так, подожди. Давно я значки, кстати, тоже не получал. Держи. Есть яйцо. А это у меня, по-моему, должно быть. Да, сейчас посмотрим. Так, банки мне почтальон должен притащить. Давай сюда место. Так, убрали. Это сжечь, переплавить. Разобрать. Четыре пепла. Может, тоже скоро не будет помещаться. Нашу палатку. Там у меня... Сколько я его уже? Посмотрим. Нет, еще есть. Еще есть. Так, значок. Значок. Класс 150 кварц. Огу. Отличная работа. Животноводство класс первый эксперт. Ничего себе. Щедрый подарок. Подожди. Тут, наверное, деньги. Потому что здесь листьев не бывает. Это 100%. Я же говорил. Так, это, по-моему, на продажу мы уже, да, относим. Кто там? Нюх? Нет. Нюх сегодня квест не дает. А значит, мы вот этот выполнить не сможем. Потому что это квест... Этого. Именно... А нет, Нюх сегодня дает квест. Так, может, и с модом. Считай, денег я нашел кучу. Прямо одно за другим. Как дела? Ни единая душа не уцелела. Хочешь узнать, с чем все закончилось? Хочу. Да, обожаю историю кораблекрушения. Разумеется, этот корабль больше никогда не отправится в плавание. Он разбился о берег, и со временем волны прилива полностью его разрушили. Но в тот день я, Билл Уолтер, Нюх, капитана, единственный целевший пассажир уютного парома, спрыгнул с палубы на берег. Я не знал, что невидимые духи тоже покидали судно, отдыхающие, приехавшие, вспомнить свои прошлые жизни. Без парома они навсегда застряли здесь. Я стоял на берегу, смотрел на воду и не решался взглянуть на сушу. Там ждали последних из живых медведей уютной рощи, запертые здесь из-за моей пьяной ошибки. Разношерстная компания. Старый фотограф и чудак из хижины. И моя подруга лесничий Шарлотта Пайн. Я не могу посмотреть ей в глаза после того, что сделал. Поэтому мне осталось только смотреть на море и наблюдать за чайками, кружающими в утреннем небе. Какими они были свободными. Я смотрел на них, а ледяная вода плескалась у моих ног. У меня зуб на зуб не попадала, губы они мели от холода. Ни единая душа не уцелела. И призраки с корабля и медведей с берега все не остались здесь навсегда. Так вот, кто виноват во всем. Держи, отдай это ей, когда придет время. О, он дал мне этот значок. Нифига себе, скаутский значок для Пайн. Шарлотт. Так эта история еще не закончилась. Он еще что-то мне хочет рассказать. Прикольно. Это мы сдадим сейчас. Подождите. Легендарная. Так, а это она что? Ничего, куча денег просто. Это аж сегодня и Валентина должна дать бессмысленный квест. Надо заглянуть. А где пачка денег? Ветряная мельница. А, нет, Валентина сегодня молчит. Ладно, с вами побеседуем. Не поможешь мне? Один из тисов в последнее время захандрил. Неужели листики? Думаю, золотые листья помогут немного. Давно не было. Дня три. Подожди. А у тебя что? Как дела? Я почти закончил последний проект, мини-мастер. Еще немного и смогу показать его тебе. Но пока я работал над ним, на меня нахлынули воспоминания. Я вспомнил свою смерть. Не знаю, захочется ли тебе такое слушать, решать тебе. Конечно, захочется. Давай. Приятно это слышать. Когда это случилось, я был уже в годах. Жена отошла в мир иное. Сын жил неподалеку. Он иногда заглядывал ко мне. Мы вместе жевали печенье и особо не болтали. Но я снова начал мастерить всякие штуки в тайне от всех. Скворечники с большими покатыми крышами. Очень оригинальные. Временами я поглядывал на свои морщинистые лапы, вырезающие из дерева смелой формы. И сменялся в одиночку на весь дом. Интересно, что бы сказал на это Гарольд? Когда я наконец-то решил повесить один из этих скворечников, на дворе была зима. Я повесил на дерево перед домом, прямо перед своим домом. А потом я услышал, как открылась соседская дверь. Я побежал по ступенькам, обледеневшим ступеньками, поскользнулся. Пока летел, только я думал, как глупо я выгляжу. Сам качусь вниз, лапы кверху. Я мысленно просил прощения у соседей за свой нелепый вид. Так что в последние секунды своей жизни я просил прощения. Но за что? За что я просил прощения? Спасибо, мини-мастер, ты умеешь слушать. Думаю, я очень скоро закончу. Да, хорошая смерть. Ну как хорошая смерть? Курьезная немножко. Вот уж не думал, что он подскользнулся на лестнице. Так, это на продажу. А кто это требовал у меня? Это требовал... А, так все, история сейчас закончится у нас. Подожди. Да я ракушку продам. Сколько сегодня историй? Слушайте, почти все что-то рассказали. Продать. А сколько у нас сердец? По-моему, вообще мало. Ладно, давай Шарлотта. Точно, мистер Лис вручил мне значок лесничего. Судя по всему, он занимает очень высокое место в департаменте природопользования. Он сказал, что проедает меня, когда придет время. Не спешите, ответила я. До конца моей жизни он так и не вернулся. Может, стоило его поторопить? Или еще будет у него там? Сколько там сердец? А, так у нас только еще пятый. Да, еще. Еще до конца есть время. Ну, тоже же последнее сердце, между прочим, начинается. Да-да. Давай сюда. Так, бревно. Вкуснятина еще 13. Так, листья, валун. Валун, валун. Куда бежим? Пошли посмотрим. Может, еще верхний кто-то хочет нам дать, рассказать. Деньги. Просто так валяются, между прочим. Пачками. Да, еще кто-то хочет нам что-то сегодня рассказать. Прям не терпится. Паранойик наш. Так, коржавый наконечник копья. Вам чего? Скоро что-то случится. Это чувство. Лучше запастись едой. Такой, которую можно законсервировать. Ты поможешь мне? Так, да, без проблем. Фруктов полно. Яиц полно. Так, яйцо взять. Фрукт. Сколько? Пять. Пять фруктов. Это может все что угодно. И у нас пойти на эти пять. Забирай. Окей. Спелая груша. Отлично. Это надолго хватит. Вот возьми, только никому не рассказывай. Еда опять. А, мусор. Ну, тоже хорошо. Учитывая, что везде грибы, еще не помешает несколько грибочков. Так. Куда же мы с вами шли-то? А, вот еще. Нет, вот еще, говорю. Все должны услышать о великих деяниях его высочества. Принеси мне пергамент и чернил, чтобы я мог выступить и что-то рассказать. Это у меня полно. Прелестно. Теперь все узнают имя Топтыги на третью. Ну, отлично. Пусть узнают. Украшение какое-то, да? Так, это тоже не помешает. И это тоже не помешает. Еще почтальон же ж. Марки за парки. Не знаю, будет сегодня, нет? А подсолнух че молчит? Ну, сегодня ничего не хочет сказать. Странно. Так, сегодня цветы уже все подоспели. Последний артефакт. Деньги, кстати, нашел. Удивительно, но нашел. Подожди, они лежат возле ветряной мельницы. Ну да, прям. Прям на видном месте. Как-то деньги сами к нам липнут. Согласитесь. Просто берут и липнут. Без труда вообще нашли. Оказались там, где надо. Нужное место в нужное время. Все, по-моему, да? С артефактами, по-моему, все. Сейчас с почтальонами еще разберемся. Да, мы еды заказывали дофига, поэтому. Поэтому это может быть просто почта. Так. Да нет, сегодня ему нужна помощь. Привет, почтмести. Хорошо, что ты здесь. Сегодня ночью нас немного завалило почтой. Письма повсюду. Ты знаешь правила призрачной почты? Если письмо коснуло земли, я не могу его поднять без помощи пары живых рук. Что, серьезно? Абсолютно. А я что, забыл тебе объяснить это правило? Как ты думаешь, почему ты все время собираешь письма и посылки от моего имени? Думаешь, потому что я плохой почтальон? Вы казались очень-то долюбивым, хотя в основном стояли на месте. Что ж, теперь ты знаешь правду. Если бы не призрачной лапой, я бы сейчас собирал письма вместе с тобой. А моя коллекция призрачных бревен до сих пор была бы не тронута. О, это тоже квестовый предмет. Еще и 15 штук. Слушайте, нам тут собирать и собирать. Причем тут листья, он друг на друге валяются практически. Ну, хоть не 50, как это было с мэром Валентиной. Когда мы эти жалобы собирали или предложения. Так, 24. То есть, еще два бревна и шанс получить. Да это же круто. Так, пошли сейчас. Ну, ладно. Пойдем. Наверное, письмо. Нет. Нет, нет, нет. Яйцо. А, у меня нет яйца с собой, да? А, я его сдал, наверное. Ладно. Аккуратно. Сюда. Я хочу кое-что сжечь. Это. Это, это. И это. Это квест. Свободные места. А это что гриб здесь делает? Не знаю. Так, это у нас украшение редкий, беспокойный декор, кирпич, клумба. Беспокойный декор это у нас здесь, по-моему, да? Да. Кирпич, клумба, клумба, кирпич. Давай, здесь поставь, ну, тут давай. О, птицам это понравилось. Некоторым особенно. Подожди, еще вижу. Так, пошли деньги, зададим. Там явно бревном пахнет. Подожди. Я не могу покормить, нет? Могу. У меня везде каждая птица в каждом углу свое место нашла. Нормально себя чувствует, между прочим. Отличная расстановка мебели. Так, три. И птиц. Сейчас деньги сброшу. Хеллоу. Пока ты там перебираешь жалкий крох, я отруил наш капитал. Хотя тебе удалось неплохо провести время. Вот тебе подсказка. Благодарность за все, что ты тут делаешь. Бревно дай. Отлично. А это что ты мне дал? Пачка денег. А зачем она мне? Пачка денег мне зачем? Опять хранить. Впечатляющая пачка денег. Действующие валюты. А на кое она нужна? Квест, что ли? Наверное. Ладно. Ну, раз такое дело, тогда я ее положу пока. Дай бревно сдам. Так, держи бревно. Ням-ням, еще 12. Слушайте, сегодня дофига бревен. А кто еще два, кто хочет мне дать бревна, не могу понять. Но одно за это. Да. Интересно. Посмотрим, посмотрим. Деньги-то явно квест. Так, что делаем далее? Далее делаем следующее. Давайте пробежим по пляжам. Подожди, у меня нет корнеплодов. По-моему, должны быть. Да, две штуки есть. Еще одна остается. А кто мне два должен дать, интересно? Кто-то еще квест мне не выдал? По-моему, мне все выдали квест. Или нашли все огонь, как обычно. Вполне возможно. Так, у меня есть яйцо, между прочим. Сейчас я его тоже отдам. О, у меня же есть крендель еще. О, место сейчас освободится. Мне его подарили, я не знал, куда его девать. Кстати, его готовить очень долго. Тут у нас проблема, вот тут мы не можем пройти. Так, это, это, это сдать. Крендель вернуть. Крендель. Вот он, родной. Повезло тебе птицу. Обычно, чтобы его получить, надо, я не знаю, сколько ждать. И он еще с орехов делается. Но птице повезло, реально. Отхватить вот это добро. Так, малина там подоспела, я вижу. Физалис мы в прошлой серии собрали. После записи. Так, малина. Это и это. Ну, яйцо пусть будет, наверное. А, у меня 50 веток. Ну, ветки можно сбросить. Так, пошли по пляжику пробежимся. Хотя нет. Давайте я сначала обкормлю животных. У нас у нас сегодня такая насыщенная серия. Надо, естественно, оформить. В отдельное видео. Так, письма пошли. 15 штук. Первое нашли, кстати. Так вот, давайте пока места есть. Соберем еду. Я уже не помню, зачем заказывал. Вареное яйцо. Это я просто объединял 12. Так. А тут с чего хотят сегодня? Фрукты. Банка с веревками. Простая банка. Ладно, ждите. Банка с веревками делает такое. Так, письма нашли. Еще одно. Еще одно. Руда не помешает. Даже самое примитивное. Еще одно скрытое. Подожди, еще у кого-то квест. А, у каменщика. Я думаю, кто еще мне брюно сегодня должен дать? Я же каменщику не забегал. Тетс, кстати, тоже сегодня сюжетку должен нам выдать, я так понял. Так, куча лисев. Я ищу кое-какие редкие камни. Очень редкие. Ты, скорее всего, даже не поймешь, что это они. Думаю, я уже начинаю немного разбираться в камнях. Возможно, он до профессионала тебе еще очень далеко. Если камень красивый, это еще не значит, что он важный, как перит. Он блестящий, но бесполезный. Камни, которые я ищу редкие, но скучные. Ой, отлично. Десять штук, емае. Что сегодня творится? Мы не сговорились, что ли? Ну и, блин, надо было все сразу брать. Ну реально, теперь два бревна, я вижу. Я еще листья не собрал. Вот это надо фигню найти. Складной стул. Кость не дает покоя нам до сих пор. Тут камень, наверное, валяется, потому что не было этого только что. Нет письмо. Было, значит. Каких теперь найти здесь? Опять пробегать по тем же местам, да? Все, я переполнен. Ну ладно, побежали, выгрузимся. Потом надо кость найти, сдать. Это временный квест. Вот эту баночку с веревкой. У меня, кстати, ее нет случайно. Так, я хочу кое-что сжечь. Вот это. Угу. Так, это и это сдать. Это и это и это сдать. Это скормить. А это я на готовку делал. По-моему, для банки с веревками. Банка с веревками нужна. И еще одна банка с веревками, только с фруктовыми, по-моему, да? Я хотел вот эту банку сделать. Да, для этого я и готовил. Ну, давай делать. Через час будет. Может, мы с вами еще собирать будем час. Так, и банка с веревками. Она у меня тоже отсутствует в наличии, поэтому вот так вот. Все, две заказал. Сейчас пойду, один фрукт отделю. У меня уже 40 фруктов. У меня физалис просто зажарил. Он не помещается уже. Скоро фруктов будет тысячи. Не, подожди, подожди. Не сюда. Так, ну, теперь просто бегаем, как ненормальные. И собираем все, что плохо лежит. Тем более, предметов очень много разбросано. Вот первый камень нашли. А камни сложно искать, блин. Особенно на черно-белой этой. Карте. Упс, удочку забросил. Так, это тебе. К тебе едет. Орех, я вижу. Спрятался. Так, еще что-то. Нет? Орех, верните мне. О. Так, орех, это круто. Сейчас, минуту, руда. Ммм, здесь вижу. Где-то у пруда. Камень вижу. Этапы жизни, это я понял, где. Сначала пляж надо бежать. Я думаю, здесь больше всего закупано. Всего. И писями камней. Да, как мы видим. Вот, пожалуйста. И камни, и не камни. И все на свете. Так, тут ничего. Это корнивали. А вот письмецо. Угу. Это не влезет уже. Синяя. Одинаково влезет. По-моему, еще зеленый валяется. Так, вот это вот. Вряд ли это. Есть квестовых предметов, обычно нет. Окей. Свободные места. Орехи. Три. Это. А что я это не скормил? Не знаю. Убрать в хранилище. Так, это остается. Сейчас у меня всего полно. Это сжечь. Орехи где я храню? У меня сколько? Тридцать три должно быть, да? А, тридцать. У меня пакет там валяется. Два яйца. А сколько у меня яиц там? Двенадцать, четырнадцать. Все ровно, блин. Все ровненько. Давай это сожжем. Ну, вообще, да, квестовыми предметами сегодня засыпали. Причем, квестовые сюжетные предметы, а не просто. Так, и скормить эту банку надо. Если кому-то банку я-то заказывал. Здесь, по-моему. Да, вон. Грибной батон можно заказать. Чтобы уже... А, это не грибной батон, это другой. А у меня, может, он есть? Ну-ка, может, у меня какой-то батон есть? Хотя мощного у меня, по-моему, ничего не было. Так, я хочу продать вот это. Это пятьсот сорок. Может быть. Может быть. Сейчас посмотрю. Нет, у меня вот это есть булка. А то и нет. Ну и ладно. Сейчас сделаем. Давай. Раз, два. Два зажарим. Покормим уже птицу, так и быть. По-моему, два надо, да? Я ж не ошибся. А то сейчас буду... Снова испытывать... Нехватку мест. Скорее всего, два, мне кажется. Или обычной булки. Да, только пять жареных грибов нужна. Пряная булка. И здесь, и здесь, да? Да, еще пять грибков. Ну, отлично, сейчас зажарим. Точно такой батон, да? Особенный наш. Ладно, держи. Ладно, держи. Я хочу кое-что сжечь. Пять грибов. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Вот этот. Пошел Через час привезут Тут у нас те же грибы Которые я только что избавлялся Так, ну что, пошли искать эту кость Она выпадает из нашего Списка интересов и услуг Которые мы должны оказать Она просто ничего нам не принесет Вот что самое грустное Так, вот здесь возле пруда Или пруда Должен быть какой-то лист Где он должен быть Я даже не знаю Тут настолько неудобно искать Если это пруд Ну это пруд, да Давай тут посмотрим Отличный монет Блин, да вон круглая Это бывает редко Ну хватайся, вот же ж Ну Ну вот же ж Я вообще-то не тебя ловил Ну ладно Ух ты Вот так круто Да ну рецепт не выпадал Не Какая привередливая рыба Так, давай наверное бросим Так, чтобы не убить О, есть По одной вытащим их Поздняя весна Не Просто не хочется ее прибить О, клюнул Обычно они делают вид, что Ничего не видят Отлично Еще и счастливый олень выпал Ладно, давай тебя уже за компанию Может ты с ними был Всех вас четверых и выловлю Понятно Все странчоус Все забит Так, это у нас Бревенчатый домик Черчоус Стол необычный Это что-то простое Пять веток О, это вообще прикольно Очень простой рецепт Ну у меня правда 4 есть По-моему Ну ладно Ладно Давай пошли дальше Мы с вами все-таки Не останавливаемся Нам надо еще много Найти Кстати, возле пруда Этапы жизни Сейчас я найду Брезент Пруд Где-то А, тут два пруда Где-то у пруда Вот еще один пруд нашелся Может они не два Может их больше Вот еще один пруд А, вон он валяется Замаскированный Вот собака Возле хрустальных скал Я там пробегал, по-моему Не очень активный скал, конечно Позади чего-то, да? Позади чего-то Хрустальные скалы Так, это надо убирать Кто-то видит, где-то он тут Я нет Он может быть ниже, может быть выше Это может быть не угодно Это письмо Обалдеет Смотрите письмо, как спрятали Я правда не его искал Но письмо спрятали просто бомбезно Попробую его найти с высоты А? Еще это торчит Это письмо Повезло Повезло Так, подожди, может тут и Листик Не знаю Не туда смотрел Ладно Маленький столик Ты шутишь, что ли? Маленьких столиков в игре Очень и очень много Я вам скажу Я бы сказал Не то, что очень и очень много Их просто может быть Миллион Учитывая, что у каждого Есть маленький столик призрака Интересно Так Стул Стул, стул, стул Позади чего-то, да? Белая кость Белая, белая Белая, белая, белая кость Не знаю Понятно У нас и стульев-то дофига Может быть Это тоже такое, знаете Повезет, не повезет Увижу, не увижу Не это я хотел найти Так Личностный рост Это вот здесь Что-то тоже должно быть О, камень нашел Возле пруда Камень еще есть? Вы шутите? Я ж там только что был Вон, да, есть Реально есть Поваленное дерево Маленький столик Это вообще жесть, конечно Брезент Ух, тебе найти Сколько надо всего интересного Самое интересное Это, конечно Маленький столик Мне кажется Гвоздь программы Сегодня Ну, смотрите Сколько складных стульев И что здесь нет кости Ну, просто стул на стуле Ладно, я не знаю Пока не знаю Может, она на видном месте лежит Но Найти его пока не могу Так, ладно Куда идем Пошли к Брезенту Проще искать Еще в кустах Может быть Что угодно Где угодно Поваленное дерево было Но оно потом переехало Куда, не знаю Тоже находится В каком-то странном месте Наверное Подожди На пляже Даже одно, по-моему Есть поваленное Нет Я уже обрадовал Вот, поваленное Нет, не поваленное Нет, не поваленное Брезентов стало меньше Кстати, осталось А, нет Его переместили Брезент переместили Зачем-то сюда Даже два Теперь вместе лежат Пять Письмо видел Нашел Рядом с кузницей Да, хорошо Прячет Нашел Так Деревянный сарай Валяется О, два Дровяной сарай Валяется Дровяной сарай Это вверху Ё-моё Дровяной сарай Это вот По-моему У нас один Если, конечно У фермера Не появился Это сложно Ты даже не зайдешь Просто так Так Дровяной сарай Вот Где же тут письмо Нашли Поищи Поищем еще Например, рядом с лодкой Позади чего-то Офигеть Сколько всего Мне больше всего Нравится Столик Маленький столик Лодка Поваленное дерево Ну, поваленное дерево Я честно скажу И оно куда-то Переехало Может быть Где угодно Поваленное дерево Может быть Может не быть Да, я уже и переполненный Сейчас пойду Сброшусь Так Я хочу Кое-что Сбросить Это И это Это у меня Необычная рыба Это у меня Необычная рыба Это сейчас Они у меня Умрут Так Ну-ну-ну Ну-ну-ну-ну-ну Не сдаемся Продолжаем бегать Просто так Маракушка Еще одна Ну, лодка Это может быть Вот Ну, вообще-то Это вот Конечно Еще одна Рядом с лодкой Позади чего-то Ну, я не знаю Это ли лодка Или не Это там лодка А, да Возле лодки Все-таки Памятник Еще лодка Был Уличный прилавок Позади чего-то Ну, уличный прилавок Раньше на пляже Почему-то Показывалось Уличный А теперь Что такое Уличный прилавок А, ну, вот это Раньше считалось Уличным прилавком Ну, он не так Выглядел, конечно Да, после обновления Как-то оно Все по-другому Стало Выглядеть Ну, уличный прилавок Это сложно Это 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 может быть Что угодно Может быть Вот это Вот у фермера Прилавок Не знаю Тут просто У него небольшой бардак Еще я и помог Чуть-чуть Так, а ну Берите Это Это грядки Это я уже Не разобью Не знаю Что такое Уличный прилавок Ну, тут проблема Да Подождите Подождите Так Тут я ничего не могу Сдать Это все есть Это все есть Это все есть А, три на продажу А что у меня добавилось Было 4 А Я это убрал Так Три ракухи Сдать Уличный прилавок Ну, тут можно было подумать Уличный прилавок Но это не оно Это не оно Но Уличный прилавок Хотя бы Надо теперь определиться Наверное С помощью подсказки Что это такое И где его искать Раньше это было Мусорка на пляже Ну, в смысле Шкафчик какой-то Странный Теперь уличный прилавок Может быть Что угодно Где угодно В любой точке Абсолютно Это как и маленький столик Который тоже может быть Где угодно Вот Маленький столик Очень маленький Может быть Маленьким столиком Вполне Поймите Что такое Маленький столик Вот это считается Маленьким столиком Наверное Да Только Вот маленький столик Вот это Маленький столик Оказывается С диваном Обалдеть В жизни не нашел бы Собственно Случайно Сейчас Не наткнулся Ладно Пошли Сдадим письма Тут нам Хотя бы Повезло Со столиком Их реально Много Этих столиков Как из складных Стульев Вот стать Партия стоит А найти Ничего не можем Хотя Она Не знаю Кость Я думаю Было бы видно Если бы она была Здесь недалеко Может ее видно Тебе удалось Собрать их все Твоя работа Почтового служащего Официально Выше всяких похвал Позволь учить тебе Наивысшую награду За службу Одну вечную марку Так Теперь посмотрим На письма Ааа Как я и ожидал Они адресованы мне Последнее время Я получаю много писем От друзей и родных Просто небольшие Напоминания О славных временах Оказалось Что в этом городе У меня осталось Немало хороших воспоминаний Может я все таки Заслужил быть Здесь Это еще не конец Да Еще будет Одно воспоминание Связанное С почтальоном Но это еще не конец Это не конец Нет Нет Кстати Уличный прилавок Еще здесь был Но это уже Не уличный прилавок Мне кажется Ну уличный прилавок Точно надо будет искать С помощью подсказки Потому что я не знаю Где их Даже примерно Раньше это было На пляже Сейчас есть трудности Так Так Не запоминай Не запоминай Это место Хотя это тоже Маленький столик Может Может быть Маленьким столиком Вполне себе Смотреть Чем не маленький столик Значит письмо У меня просто Нашел Вот маленький Столик Да Тогда это Беда Это может быть Какой угодно Столик Где угодно В общем Не очень Не очень Нам повезло Рано радовались Рано Абсолютно Так Тут же где-то Полно было Эти стульев Теперь у них Все как-то В куче Сбиты Да Не знаю У меня еще камней Искать Четыре штуки Вот они Их теперь Сдвинули Все эти стулья Вместе Хотя Может быть И ниже Еще одно Этот уже был Мне хотя бы Листья сдать Маленький столик Вот тоже Маленький столик Чем не столик Ну столик Может быть Дегу Одна Да Абсолютно А я-то Обрадовался Ладно Стол Мне кажется Вот здесь А вот еще Столик Да блин Здесь одни Столики Вокруг Ну как Тут можно Что-то найти Странно Так Ну что Нашел я тут Побегал Поваленное дерево Вот Все-таки Да На пляже Посмотреть Надо не за ним А рядом Вон Находится Камень Номер один У телескопа Позади Чего-то И кость Я сейчас Обнаружил Ну а маленький столик Уж увольте Кстати Уличный Уличный киоск Или торговая точка Это кажется Это диван А к чему Это там Где ему Письмо Последнее Нашли Кстати Вот Только я не понял Я К чему Это торговая точка Считается Потому что Здесь Пирожные Стоят Да С этим Будет проблема Это повезло Что мы нашли Автоматически Кстати А кость Вот Кость Вот Тоже складной стул Он вечно в кустах Его не видно И совсем не те стулья Которых мы думали раньше Кость обнаружил Так Давай Сразу отдадим А маленький столик Я не знаю Где искать Это вообще нереально Призрак с жестами Как бы пытается сказать Я никогда тебе не забуду Отлично Еще и деньги Откуда-то у призрака Так На телескоп Тут тоже один Маленький столик Боже Как это возможно Вообще Маленький столик Да где угодно Может быть Ну Реально Где не пробежишь Везде есть столики Маленькие Вон тоже столик На чем-то же оно стоит Вот столик Да Тоже можно посчитать За как столик Так Телескоп Уже ж мы оббегали Где-то он тут был Подожди Где-то мы телескоп Сегодня видели Нет Где-то 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 он был Это внизу Баран А вот он Собственно Да Он у нас один Позади чего-то Тут вообще и стул Замаскированный Прикольно А телескоп Точно один По-моему Да Это проблема Но просто здесь Призрак ходит Закрывает Своей тушей Может быть Где-то и рядом С ним Может быть И не рядом С ним Но Тогда ветряные Мельницы Надо было упоминать Фух Я уже устал их искать Казалось бы Просто Да Возле телескопа Но здесь Баран стоит Мне кажется Он не зря Здесь стоит Он что-то Прячет Подожди Здесь По-моему Что-то было Да Нет А гриб Из пня Все Просвещается Ничего не поймешь Что это за силуэт К чему он Относится Блин Ты можешь свалить Отсюда Нет Телескоп Телескоп Вообще Один Ну как Его можно Да нет Если бы Он был бы Он бы Был бы Я не знаю Я уже Утомился Мне уже Надоело Да пошли Искать Подсказки Маленький столик Хотелось бы Просто найти Но У телескопа Позади чего-то Тут по-моему Проще парень Арепа Да Точнее он Телескоп Один Ну да Один У тебя же нет Телескопа А подожди Не один Еще у этого есть У кого-то был еще Телескоп Я уже не помню У кого-то был Маленький Стоял Кто-то тоже Наверное На звезды Смотрел Хотя нет Телескоп Точно один Ну и где Блин Здесь камень А вон он За могилкой Ё-моё Да Прятать стали Просто Просто Великолепно Так Нары Нары у нас две Ну а столик Надо будет Активировать С помощью подсказки Невозможно Нара Вот одна Камня нет Ну Есть Все нашли Все А еще один У окна Часовни У окна Часовни Вот кстати Маленькие Столики Тоже ж Маленькие Столики За маленький Столик Надо врезать Конечно Кому-то Ну как можно Такую подсказку Давать Маленький Столик Здесь все Столики И все Маленькие К любому Подходи И это будет Маленький Столик Окно Часовни Это у Этого Священника Да А где тут Окно Часовни А вот Она Да Вот это Она Это Окно Часовни Это Окно Часовни На вид Окно Тут Не пройти Если Телескопа Не могли Найти Стопроцентный Камень То здесь Вообще Будет Быть Проблема Окно Часовни Это Оно Нет Это Алтарь Наверное Считается Это не Окно Часовни Ну вот это Она Внизу Сто Процентов Еще Ниже Чуть А вот Нашел Жесть Вообще Спрятали Так Смотрите Спрятали За Местом Сбора Руды Даже Если Ты Нажмешь На него То Блин Фиг Что Получится В итоге Обалдеть Ты Все равно Попадаешь На Руду Так Забирай Свои Камни Это Ужас Какой Это Был Тебе Удалось Найти Редкие Камни Впечатлен Ты Что Развалишься Если Проявишь Чуть Больше Эмоций Ладно Давай Сразу Поучительная История На Вид Это Обычные Камни На Самом Деле Это Обломки Метеорита Они Преодолели Миллионы Километров Холодная Космическая Пустоты А мы Под ним Ходим И Так Произошло Не Только С Камнями Каждая Частица Твоего Тела Сделана Из Пыли Оставшейся От Звезды Которая Зарвалась За Миллиарды Лет До Твоего Рождения Ясно Медведев Медведей И Опять Шутки Шутишь Люди Смеются Над Тем Чего Не Понимают Но Камням Достаточно Просто Существовать Этим Они Мне И Нравятся Слушай Обычно Я не Торгуюсь На Сегодня Сделаю Исключение Бревно Дай А Ну Еще Что-то Дал Призначное Дерево Жо До Теда Хранить Блин Придется Задолбали Вы Со своими Квестами Ну Ладно Из-за Них Хотя Бревно 100% Дает Вот Маленькие Столики Пожалуйста Сколько Угодно Маленьких Столиков Какой Именно Столик Имелся Ввиду Вот Маленький Столик Вообще Одинокий Стоит Нет Подсказка Крукейшая Конечно Так Давай Дадим Бревно На сегодня Уже Бревен Не Да И Сегодня Мы Конечно Нахватались Я вам Скажу Бревен Да Еще Десять Сегодня Бревен Больше Не Вижу Да Я Думаю Вещь Которая Подержите Пока У Себя Подержите Сами Держите Мест Говорю Нет Это Свежая Зелень Подержим Конечно Все Подержим Так Это Продать Столик Кстати Может быть Вот Здесь Вот Он Такой Непримечательный Прям В кустах Может Быть А Может И Не Быть Знаете Да Вот Тут Раскладной Стул А Вот Столик Вот Это Наверное Или Это Мой А Это Мой Наверное А Это Мой Не Надо Еще Отличать Который Мой Который Не Мой Фиг Фиг Его Знает Попробую Что-то Найти А Тут Надо Брать Подсказку Столик Я Реально Буду Искать Месяц Два Три Забери Это Ужас Какой-то Нет Ну Зато Сегодня Сколько Бревен Надавали Так Столик Подожди Вот тут Еще Был Столик Ну Он Такой Стоял Я знаю В лесу Стоял Ладно Я Сдаюсь Я Не Знаю Где Вы Ск Тут Очень Много Столиков Можно Просто Растеряться Шарлотта Гони Может Быть Здесь Я Не Знаю Где Он Мне Нужно Спрятанный Объект Направе Куда Ити Вверху Все Таки Где-то Вверху Маленький Столик Я Пвнизу Искал Вверху Маленький Столик Это Маленький Столик Ну Как Понять Что Это Маленький Столик Напишите Столик Со Свитками Обалдеть Это Даже Нереально Просто Это Реально Нереально Реально Нереально Нереально Маленький Столик Столик Со Свитками Столик Священника Столик Церковный Столик Ну Ладно Напишите Столик Но Он Не Маленький Тогда Это Жизни Не Нашел 100% Б Не Нашел Ладно Золотой Лисе Надо Будет Запомнить Что Тут Четыre маленький столик. Напишите 4 маленьких столика. Вот 3 маленьких столика. Тоже ж маленький столик. Ох, подсказочки хорошие. Так, ладно. Сдаём. Всё, это последнее. Это, наверное, поможет. Иногда всё, что нужно, это немного внимания. Бревно не дашь? Ну, спасибо за мусор хотя бы. Картофель, репа и эссенции. Сегодня можно на серию назвать день воспоминаний. Реально, почти каждый нам что-то рассказал. Один даже поделился, как он умер, подскользнувшись на лестнице. Так, до свидания. Всё, мне надо ещё цветы обобрать, пойти. Это скучный процесс. Но я знаю, что некоторым он нравится. Могу сорвать для вас сколько мне влезет? 8 цветочков. 8 цветочков. И продать. Смотрите, вот так подходишь к цветочку. Нажимаешь. Отрываешь. Он медленно падает на землю, потом подтягивается. Потом выбираешь следующий. Нажимаешь. Отрываешь. В карманчик. Нажимаешь. Нет. Нажимаешь. Отрываешь. И в карманчик. Вот такое насудоводство. Потом идёшь сверху. Это у меня тактика такая. Вот тут сюрприз. Такого никогда не было. Небось корнеплодик, да? Ну, это уже неплохо. Ну да, корнеплодик. Репа, это круто. Собираем. В карманчик. Собираем. Тут ещё сразу не выделишь его, поэтому в этом трудности небольшие имеются. Так. Смотрите, как. Занятно, да? Всё. И теперь несёшь вот это вот всё вниз. И так, раз, пять, шесть ходочек. На этом у меня много места свободно в рюкзаке. Обычно у меня три-четыре места, поэтому я делаю десять-двадцать ходочек. А сейчас я сделаю, наверное, всего пять ходочек. Подходишь сюда. Заглядываешь. И добавляешь всё, что можно добавить. Это я так делаю постоянно. Оп. Вот это уже не влезло. И это, кстати, не влезло. И это не влезло. Знаете, о чём это говорит? Это говорит о том, что мы сейчас заработаем с вами двадцать тысяч. Не понял. Ты чё, шутишь, что ли? А где этот цветок, который не влез? А ты чё, шутишь, что ли? Репа, что ли, не влезла? А чё, на всё не влезла? Нет, всё нормально. Это мы не заработаем двадцать тысяч монет. Знаете, почему? Потому что тридцать монет не собрали. Я думал, у нас полный пакет. Нет, не полный пакет. Ещё надо несколько ходочек сделать. Кстати, купим, может, этого оленя, нет? Улиса по пять тысяч очень удобные олени продают. И десять кварца. Смотрите. Не любит только оленей других. Фруктовая жуткая лампа, декор, жуткий декор. Это хуже. Знаете, почему? Потому что другого оленя у нас там одни оленя сейчас. Жуткий декор. Да, тут три оленя. Он просто, он просто, он просто не выдержит такой компании. Слишком много рогатых вокруг. Ещё и три. Ладно, там бы один. Он будет несчастлив всю свою жизнь. Так, а птицу можно купить какую-нибудь? Деревенский декор не нравится обычный. Это плохо. Не нравится обычный. Это очень плохо. И не нравится бесы. Цветущий куст, лампа, жуткий декор. Давайте возьмём вот эту. Я тут подкупаю животных, готовлюсь к финальному аккорду этой игры, когда нас будет требовать 20 оленей, 300 птиц. Вот здесь, кстати, отличное место для разведения. Они, правда, жрать просят, но ничего. Вот туда. Ой, прекрасно. Любитель животных гуру. Зато мне дали приз, пожалуйста. Смотрите, какая птичка классная. Та была против, но поскольку здесь всё в жутком декоре, она смирилась. И три сердца не упали у нас. Зато дали значок гуру, между прочим. Это сколько там животных? Ох, последнее, кстати. Разместить 30 животных. 30 полудрагоценных камней. О, это прикольно. Это можно в класс превратить, если что. Любитель животных гуру. 30 драгоценных. Да, последний, кстати, значок из этой области. Обалдеть. Сколько мне оленей надо разместить? 10 оленей. Я вот покупаю, но... Ну, тут можно, кстати, пошли его купим ещё раз. Нам дали полудрагоценные камни. Давайте этого оленя купим, поставим вот здесь, в краю. Я думаю, ему здесь понравится. Так, 30, отлично. Да считайте, 120 кварца мне дали только что. Олень, жуткий декор за 5000. Давай. Покупка состоялась. Покупка состоялась. Юный кровавый. Я думаю, мы найдём его место подальше от того оленя. Где жуткий декор у нас тут... А, ну, одного придётся терпеть. Давайте я здесь брошу. Ходишь тут? Нормально. Он как будто его и не видит. Отлично. Отлично. Разместил. Прекрасно. Чудесно. Кстати, кукуруза, у тебя есть какие-то дешёвые олени? У него есть... За 50 тысяч старая птица зрелая. Обойдёмся. За 5000 обычный декор обойдёмся. Обычный декор обойдёмся. Не нравится без. Через 13 часов приедет. Редкий лампа и естественный декор. 10 кварца, 5000 монет через 13 тысяч. Ой, через 13 часов. А ну, покажите мне ещё значки с птицами связанные, где они у нас были. Подождите, это что надо сделать? Это кормёжка животных, она ещё у нас есть по значку. Это хорошо. Кормить есть смысл ещё кого. Вот. Вот это. Что это такое? Разместить 35 птиц. Ого, сколько у меня ещё? Ладно, давай закажу у тебя ещё оленя. Ой, птицу. Она, в принципе, хорошая. Естественный декор, только бесов. А бесов у нас нет возле палатки, поэтому можно заказывать. Отлично. Пусть через 13 часов и приезжает. Вот это мы заказали птиц, да? На 15 тысяч. Вот, разошлись. То есть, есть смысл ещё оленей покупать, значок дадут, и есть смысл птиц. А, так, ну, есть и то, и то, а нам дали за общее количество животных 30 штук. То есть, сейчас у нас одновременно находится, да, получается, 30 животных? Хрена себе, разросся. Так, ну, давай дальше цветочки. Тут мы сразу отобьём, я думаю, сейчас после вот этого сбора, отобьём стоимость и оленя, и двух птиц. Даже по кварцу, мне кажется, отобьём. Ну, так стоишь и дёргаешь эти цветочки. Не всегда попадаешь, конечно, куда нужно, но зато релаксируешь, смотрите. Можно ещё, какой-то цветочек поставить, давно я не покупал. Недорого стоит, по-моему, эссенция беса, да, она стоит. Сейчас посмотрим в лисе, что-то в музей надо сдать. Давно ничего в лес, у лисы не покупала и не сдавала в музей. Как раз цветок можно будет прикупить. Там, кстати, тоже значок есть за цветок, но он, я думаю, я не поставлю столько. Сто цветов, по-моему, надо поставить. Так, оно что, помещается в то, что я принёс? Давай смотреть. Если не поместится, мы на этом заработаем. Ты точно не залез или просто не захотел? Он не залез. Есть контакт, вот 30. Всё, меняем. 10 тысяч заработали, то есть две птицы отбили. Так, я хочу кое-что продать. 10 500 продать. Отлично. И купить хочу цветок, которого у меня раньше не было. У меня, кстати, есть малина. А, физарис не надо за 15 тысяч. Люпин. Профессор который. Новый предмет для коллекции. Коллекция. Производит новый предмет для коллекции. Понятно? Три счастливых птиц. Это многовато. Астра. Оранжевый. Обычный декор не любит. Цветущий куст. Три счастливых беса. Лампа, естественно, декор. А, давай куст купим. Он ещё и дерево даёт. И купим один цветок, который... Это что такое? Тюльпан в горшке. А у меня такого разве нет? 100 штук уже. Деренский декор не нравится? Мак в горшке. Три призрачных оленя. давай, или купим. Так, два купил. И красный, это что? Легендарный. Георгин в горшке. Новые три счастливых птиц в горшке. Лампа. Давай купим. А чёрный, это что? И рис в горшке. Ну, по-моему, уже такой есть. Три счастливых бес. Ох, понесло меня на покупки. Это что? Бутон, тюльпан в горшке. Три счастливых птиц. Ну, Ой, и всё, конец. Монарда. Монарда. Новый предмет для коллекционирования. Куст, цветущий. давай, три радостных оленя. Хорошо. Это что? Персиковая заль. Это куст. Мне нравится обычный. Берём. Три счастливых птиц. И последнее, это что? Профессор Люпин. Цветочный куст, лампа, естественный декор. Обычный. Ох, накупил, так накупил. Куда ж мне это всё засунуто теперь? Зато мы сейчас музей сдадим дофига всего. Так, кусты здесь у нас. Хорошо. Живот, наверное. Это куст? Что из них куст? Это куст? Да, цветущий куст. Давай. Давай. Ой, всем понравилось. Ему тоже. Угу. Ты куст? Нет. Куст? Нет. 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 Цветущий куст, пожалуйста. куст. Ой, прекрасно. Какой красивый. Всё, это всё, по-моему, цветы. Я два куста купил. Так, куда же мне теперь это складировать? А, не знаю. По одному дали мне? Да, по одному дали. Пошли сдадим кое-кому, а потом я соберу эти кусты, а потом буду думать, куда их складировать. Это же, это же новый вид цветов. И причём у меня сейчас будет плюс шесть мест, мне надо. Ужас. Плюс шесть новых мест в этом, короче, держать. Прикиньте. В палатке. Или просто их сжигать куда-нибудь. Так, Монарда пятьсот монет хорошо. И Астра пятьсот монет тоже хорошо. Но я как бы для статистики. Тридцать два из тридцать шестидесяти одного, прикиньте. Офигеть, конечно. А складировать это некуда. Ладно, буду сразу их сжигать, наверное. Не сжигать, а переплавлять или продавать, не знаю, думаю. Я, конечно, купил. Лихо, конечно, накупил. Смотрите, тут ничего не вижу. Не понял. А что я не вижу цветы свои из-за арки? А потому что... Так, давай, так, сюда-сюда, вот здесь ряд сделаем. Им тут нравится, я думаю. Угу. Теперь попробую их собери. Вообще, цветочный рай просто. Цветочный апокалипсис. Это куст! Что он тут делает? Ему тут нравится? Что, серьезно? А что тебе здесь нравится? Да, это куст. Не нравится обычный цветущий... А! Ты правильно попал. Только ты неправильно стал. Ладно. Тебе надо спрятать куда-нибудь. Ты у нас тут не туда залез. Тут у нас цветочная клумба. Так, тогда вот это. Вот так вот. Нифига не видно из этой арки. Наверное, ее сдвинем чуть-чуть. Арка. Давай мы тебя сдвинем. Я знаю, что грустно без нее, но так будет лучше, я думаю, всем. Хорошо. Опять куст. Да что ж такое? Да, я много кустов накупил. Персиковый. А, ну так ему нравится, естественный. Естественный ему нравится, естественный, поэтому мы вас, наверное, разместим в другом месте. А у меня еще есть цветок какой-нибудь? Нет у меня, это два куста осталось. Короче, кусты куда-то надо вбок. Дай кусты с этой стороны. Это вернее за табурет. Это не табурет, это милый журнальный столик. Что он тут делает? Убирай его. А у меня нет места, куда его убирать. А давай здесь кусты сделаем внезапно. О, отлично просто. Так, ну ладно, пусть стоит пока этот журнальный милый столик. Собирай, теперь тебе. Теперь тебе еще больше цветов собирать. Я решил немножко с удовольствием заняться, но все-таки лето, сами понимаете. Только куда это все теперь складировать без понятия. Так, кусты теперь там у нас закрывают оранжерейку. Сейчас пойду сдам то, что у меня есть, а потом даже не знаю, куда это все и относить. Ох, ракушек валяется, деньги под ногами прям никому не нужны. Нюх, штуки четыре еще, наверное, в коллекцию тебе. даже больше. два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. 3000 сейчас заработаю, даже больше. Нет, 3000 до 3. Добавляю в архив. Конечно, добавляю. Давай по одному. Получить подарок 500, получить подарок 500, получить подарок 500, получить подарок 500, еще получить подарок 500, и еще немножко получить 500. Неплохо. Неплохо, да, мне понравилось. Завели новые цветы. А их еще 361 может представлять, если есть достижения собрать все цветы. Но это, конечно, уйдут годы, но все же. Уа, уже, уже, уже и оно здесь, письмо в смысле. Сейчас прошу. Так, я хочу продать это, это. 330, хорошо. Подожди, это я собираю. Нет, уже не собираю. Нет, ничего не собираю. Давай, 330. Так, а что-то он мне принес, что я заказывал. Я заказывал 3, 3 не влезет. Давай, хотя бы 2. Отлично. Квашеная капуста, кто-то здесь хотел. Нет, тут никто не хотел. Батон тут приехал, хорошо. Как оно все, все в одно время приехало, интересно, если я в разное время заказывал. Теорезно, конечно. Так, подожди. Я не знаю, что тут влезет, что не влезет, но что-то должно влезеть. И все? О-оу. У меня всего 3, всего 3. Это новые цветы, поэтому они не влезли. Ладно, я их буду переплавлять в сегмент, наверное. В пигмент, вернее, в сегмент. В пигмент, в пигмент, да. Так, что-то я начал этим разводом заниматься. Животных и птиц. Вот еще, кстати, переплавлять. Кто банку заказывал? Сверху, по-моему. Теперь столько народа. Представьтесь, они все сразу вместе закажут. 20 блюд приготовить и сдать, да? Да не вопрос. Так, получить подарок. Давай, булку я знаю, кто тут внизу. Вот кто. Hello. Так, тебя я скаливаю. Что-то они не растут особо сильно. Кто-то остался у меня сверху, по-моему, да, с этой? Такому банку это заказывал. А ну, колитесь, ё-моё. Ему, во. Толго же я делал? Дня два. И вот счастье привалило. Забирай. Счастливый ты наш олень. 23. Могу только один цветок с собой забрать. И пойдет вот этот со мной. За счет собирать и собирать. Сейчас я сдам, переплавлю в пигмент. Тогда я буду переплавлять часть, часть продавать, часть пигмент, не знаю, или продать эти все. Может продать? Может реально продать? Нифига мне тут пигмент, у меня его дофига. Так, раз, 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 это пошло. Это что? Вот это, по-моему, еще должно добавиться. Да, добавилось. Это в пигмент или продать? Вот у меня еще тут кусты есть, кстати. Кусты хороши тем, что они еще и древесину дают. Цветы ничего ж не дают, кроме цветов. Там вот фонаря не хватает в центре. Прям просится. Так, это все, это можно продать, да. Зачем я буду это все переплавлять? с вами пигмента 35. 15 штук можно переплавить. Ну, я думаю, мы найдем, что переплавить. Давайте это сдадим. Где-то 1010 опять же получим. Забирайте. Это новые цветы. за 6300. Не 30, конечно, штук. 6 тысяч тоже пригодится. Так, а естественный декор? Нет фонаря какого-нибудь такого новомодного? Какого-нибудь такого неестественный декор, только, 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 только необычный. вот. А я вообще тут фонарей не вижу. Тут не хватает сортировки. Гриб. Эпический, 30 веток. Естественный декор, гриб. Эпический. Ладно, фонарь есть. Давай его сделаем. Мне нравится. Готово. Колония мраморных опят. Ну, насколько он большой? Вот тут его себе поставить где-нибудь. Он не такой еще большой, как оказалось. Он огромный просто. Он огромный. Так тут и фонарь не нужен. Я думал, он маленький. Нет, он реально эпический. Давай его сюда влепим. О, шикарно просто. Вообще невозможно собрать ничего. О, просто здорово. Под грибком. Дождь пошел и сразу зон появился. ладно, тогда этого хватит, то, что у нас есть. Так, все, друзья, пойду собираю те цветы, которые остались. Сегодня мы с вами оформляем серию. Нам осталось всего-то на все 10 призрачных бревен, если не произойдет обновление за ближайшие дня 3 где-то 3 дня где-то осталось. Может 3-4 если пойдет что-то не так. Сегодня очень много историй, кстати, был. День воспоминаний просто настоящий. Наверное, завтра будет вообще пустота. Ну, Дмитрий, канал Шадель Игровые Миры. До новых серий в Козе Гроу. Пока.